Пускай у нас есть две полиморфные функции f и g. Нам хочется описать оператор композиции этих функций. То есть такую функцию, которая принимает функцию f и g, а возвращает функцию, которая выполняет следующее действие. Она берет некоторый аргумент, применяет сначала функцию g к этому аргументу, а потом к результату этого применения применяет функцию f. Давайте посмотрим со стороны типов, как может выглядеть такой оператор композиции. Итак, у нас есть произвольная функция f. Давайте скажем, что у нее тип a из b в c. Это наиболее общий тип функции, который может быть. Ну, поскольку функция f не определена, то у меня сейчас g hci будет ругаться на меня. Но, тем не менее, мы используем в данном случае g hci просто как некоторую доску, на которую мы пишем некоторые рассуждения. Функция g имеет тип a, стрелочка, и здесь вопрос, что здесь может стоять. Поскольку мы хотим применять функцию f к результату функции g, а аргументом функции f служит тип b, то мы здесь должны написать, что возвращаемым значением функции g, когда она к чему-то применена, должен служить тип b. Ну и, наконец, для того, чтобы что-то применять, у нас еще должно быть значение некоторое, к которому мы будем применять функцию g. Это значение x, которое имеет тип a. Ничего этого, конечно, у нас в доступе пока нет, но потом мы абстрагируемся и напишем соответствующую лямбду функцию. Давайте посмотрим на последовательное применение. Поскольку функцию g мы применяем к аргументу x, то у нас аргумент по типу подходит к аргументу, и получившееся выражение, g, примененное к x, будет иметь тип b. Теперь к этому применению мы можем применить функцию f, поскольку она ожидает аргумента типа b. А в результате мы получим вот такую вот конструкцию f, g, x. g, x аппликация имеет тип b, f принимает аргумент типа b. Таким образом, получившееся выражение, вот это вот, у нас в тех предположениях, которые мы сделали выше, будет иметь тип c. Но нам хочется получить функцию из a в c. Это как раз и будет функция, которая принимает аргумент a. А первая функция возвращает возвращаемое значение второй функции. Каким образом нам сделать из этого выражения функцию? Это выражение имеет тип c. Соответственно, если мы абстрагируемся по x, напишем лямбда выражение, то вот эта конструкция будет иметь тип из a в c. c. Таким образом, мы получили выражение, которое описывает композицию функций f и g. Ну, теперь нам осталось передать сюда еще функции f и g, то есть написать следующую функцию. Композиция функции f и g. Это некоторая функция, которая выглядит вот таким вот образом. Давайте мы напишем эту функцию, определим ее, и посмотрим, какой у нее тип. Ну, вот мы видим, что хотя мы использовали a, b и c, но поскольку мы об этом не сообщили компилятору, то он выбирает немножко другие типы, но идея та же самая. То есть тип a у нас это... Тип второй функции g это тип t2, тип b это t1, а тип c это t. Другие имена для типов выведены компилятором языка Haskell, но то, что здесь присутствуют три типовых параметра, три типовых переменных, в тех же самых местах, в которых мы предполагали, это так. Наша функция compose принимает первую функцию, f вторую функцию, функцию g, и, наконец, принимает параметр x и возвращает нам значение, равное возвращаемому типу первой из этих функций. Такой оператор присутствует в языке Haskell. Мы определили функцию compose, но в Haskell есть оператор, который определен точно так же, как наша функция compose. Это оператор композиции функции, которая записывается просто как одна точечка. То есть точка представляет собой оператор композиции функции. Ну, если мы посмотрим на этот оператор композиции, на его тип, он в точности такой же, который я описывал раньше. Здесь я применил команду нашего интерпретатора info, сократив ее до первой буквы. Команда info выдает нам тип соответствующего объекта и некоторую дополнительную информацию о том, где определен соответствующий оператор. И для операторов, в частности, выдает информацию о приоритете и ассоциативности. Мы видим, что оператор композиции функций имеет очень высокий приоритет девятой, и фактически наибольший из возможных. Наибольший приоритет имеет только применение, десятый. И правую ассоциативность. На самом деле ассоциативность не очень важна, потому что в Haskell композиция функций по определению ассоциативна. Поэтому в какую сторону расставлять скобочки неважно, но поскольку мы должны выбрать какую-то ассоциативность для оператора применения функции, выбрана правая ассоциативность. Давайте теперь разберем некоторые примеры, которые используют оператор композиции, потому что мы его на абстрактном уровне сконструировали. Теперь мы хотим им пользоваться. На прошлом степе у нас присутствовала вот такая вот функция, которая позволяла складывать первые элементы двух пар. При этом пары были не просто пары, а пары пар. Функция sum.fst.fst использовала это с помощью вспомогательной функции хелпера. Во втором случае мы немножко упростили соответствующую функцию, используя по месту ту функцию, которая нам была нужна, сконструировав ее в виде лямбда выражения. Однако на самом деле, если мы посмотрим на соответствующее выражение, мы увидим, что здесь как раз имеется композиция функций. Функция fst применяется к своему аргументу, а потом функция fst еще раз применяется в качестве еще одной второй функции к результату вычисления. Это как раз то, что делает оператор композиции. Поэтому мы здесь можем его использовать для того, чтобы радикально сократить соответствующее выражение. Следующая версия нашей функции выглядит максимально просто. Здесь мы просто говорим, что то, что присутствует, то, что нас интересует, это композиция двух функций fst и fst. Композиция двух функций представляет собой функцию, которая принимает аргумент, передает ее в первую функцию, потом передает ее в вторую функцию и возвращает некоторые результаты. Вот такая конструкция является компактной заменой вот такого вот лямбда выражения. Последняя идея связана с тем, что у нас не только применение функции к некоторым результатам применения другой функции может быть записано в качестве композиции, но также цепочка последовательных применений функций, произвольных функций f, g и h. Они могут быть тоже записаны в виде оператора композиции. Фактически любая цепочка последовательных применений функций одного аргумента к некоторому значению, она может быть превращена в бесточечный стиль с помощью оператора композиции. Мы сначала раскрываем вот это вот определение. Ну, тут не важен порядок. Я сказал, что ассоциативно, ну, например, поскольку у нас право ассоциативно, то читается это таким образом. Но это не важно. То есть сначала мы абстрагируемся и пишем, если мы напишем по определению оператора композиции, то эта цепочка будет продолжаться следующим образом, f. Здесь мы пользуемся оператором композиции и говорим, что это то же самое, что композиция функции g и h, примененная к значению x. Это просто определение оператора композиции. Если мы раскроем в обратную сторону, мы получим ровно то, что у нас было до этого. Теперь мы можем посмотреть на вот это вот выражение. А мы видим, что здесь у нас к x применяется сначала вот эта вот функция композиция z и h, а потом функция f. Поэтому, опять же, по определению оператора композиции мы можем написать, что это композиция функции f с композицией функции g и h, примененная к x. Ну, а теперь мы можем воспользоваться тем, что x у нас здесь и здесь представляет собой последний аргумент, и можем перейти к бесточечному стилю, сократив применение функции справа и слева, мы получаем ровно ту строчку, которую мы здесь имеем. Подобного рода рассуждения об эквивалентности разных конструкций, об эквивалентности выражений, которые мы можем построить в Haskell, используется очень часто для того, чтобы построить более короткую, компактную программу. Но, что еще более важно, иногда подобного рода преобразования могут привести к нас к более эффективной программе. Позже мы обсудим соответствующие ситуации.